Отвага, воинская доблесть и любовь к своей стране. Именно эти качества должны присутствовать у каждого защитника Родины и прибивать их, разумеется, необходимость детских лет. Рассказывать о героях в детском лагере «Лесная сказка» уже стало настоящей традицией, поэтому каждое лето руководство учреждения устраивает для своих воспитанников так называемый урок мужества. В гости к ребятам приходят ветераны боевых действий, которые рассказывают собственные истории жизни, а также знакомят подрастающее поколение с историей нашей страны. Главное, чтобы все мероприятия, которые мы проводим, нравились детям, чтобы они захватывали и обязательно, чтобы у них что-то оставалось за душой, чтобы они обязательно оставили какой-то там след у них, чтобы они какая-то память и, конечно, получили большую информацию. Гости рассказали ребятам о том, как важно учиться на примерах прошлого. Не раз напомнили о событиях Великой Отечественной войны, которая показала, каким сильным может быть народ перед лицом общей угрозы. Поверьте мне, что у нас, наверное, нет ни одной семьи, где бы не было тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Это была всеобщая беда. Беда пришла в наш общий дом. Нет ни города, ни деревни, где бы люди не были вовлечены в процесс завоевывания этой победы. И она далась очень дорогой ценой. Вспомнили и о других военных кампаниях, событиях в Афганистане, Первой и Второй Чеченских войнах. В каждой были герои, которые ценой собственной жизни спасали боевых товарищей и мирное население. Но самое важное, по словам гостей, это научиться жить в мире и браться за оружие, только когда этому миру на родной земле грозит опасность. И уж тем более в такой большой и дружной стране, как Россия, не должно быть раздоров на межнациональной почве. Это важно помнить. Независимо от того, какой у вас разрез глаз, у кого-то поможем, у кого-то пошире, какой у вас цвет кожи, какой вы национальности, независимо от того, какую религию вы исповедуете, мы все одно целое. Мы одно государство. И не дай бог нам когда-нибудь на национальной почве или по каким-то другим причинам начать враждовать друг с другом. Ребята остались под большим впечатлением от урока. Все вместе они живо отвечали на вопросы и даже подготовили для гостей патриотическую песню. В скором времени они проведут еще одно патриотическое мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны. 22 июня все отряды примут участие в конкурсе фронтовых бригад, где смогут посоревноваться в знании истории и доказать, ветеранам растет достойная смена.